Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я затрону такую закрытую конфиденциальную тему, которая редко комментируется и недостаточно освещается в средствах массовой информации, несмотря на свою актуальность. Это педофилия в юридическом аспекте. Педофилия – это половое влечение к детям. Ее еще называют совращение, растление несовершеннолетних. Эта категория дел в правоохранительной практике встречается регулярно. Любые сексуальные контакты с детьми до 16 лет расцениваются как педофилия. И неважно, добровольная связь или насильственная. Существует таблица возрастов несовершеннолетних, влияющая на юридическую оценку по нисхождению возраста. Первое – это возраст от 18 до 16 лет. Здесь, если половой контакт добровольный, то это не запрещено уголовным кодексом. Если насилие, то это отягчающее обстоятельство, так как до 18 лет ребенок – это несовершеннолетний. Второе – это возраст от 16 лет и ниже. Здесь половой контакт запрещен всегда. Это преступление. Ребенок до 16 лет, мальчик или девочка, не должны быть половыми партнерами. Спрашивать его согласия не нужно. Чаще всего это касается девочек. Неважно, хотела она или не хотела вступать в половой контакт. Трезвая она или выпившая. Влюблена она в вас или нет. Занималась она или не занималась раньше сексом. Это ребенок. Все, кто вступают даже в добровольный контакт с ребенком до 16 лет, несмотря на согласие обоюдное, становятся преступниками. Приведу пример. Школьная учительница влюбляется и вступает в связь с старшеклассником, не достигшим возраста 16 лет. Несмотря на то, что акт добровольный, тем не менее она совершает преступление. Другой пример. Девушка-подросток, 15 лет, профессионально занималась проституцией. Сотрудники милиции, на тот момент милиции, закрывали на это глаза и регулярно задерживали ее клиентов. Все ее клиенты преступники. Не имеет значения, что они вступали с ней в добровольный контакт половой. Более того, честно оплачивали ей по тарифу ее услуги. Половые преступления в отношении детей до 16 лет законодатель гарантирует в сторону отягчения на три возрастные категории. Первое. Это от 16 до 14 лет. Это отягчающие обстоятельства. От 14 лет до 12 лет. Это еще большее отягчающее обстоятельство. И третье. Это дети, не достигшие возраста 12 лет. То есть малолетний ребенок. Он находится по определению в беспомощном состоянии. Физическом и психическом. Это приравнивается к изнасилованию. Любые действия с ним – это изнасилование. Итак, любые контакты с ним – это изнасилование. Ну, или, соответственно, насильственные действия сексуального характера. Никаких оправданий нет. Неважно, сопротивлялся ребенок или нет. Кричит он или молчит. Ваш это ребенок или чужой. Вы вступаете с ним в половой контакт. Или только совершаете развратные действия, безобидные на первый взгляд. В любом случае, это изнасилование, мера наказания от 12 до 20 лет реального лишения свободы. Обвиняемые иногда используют аргумент заблуждения в возрасте. Ну, преступник говорит, что он думал, что жертва старше своих лет. Выглядит внешне старше, соответственно, 12, 14, 16 лет. Это влияет на квалификацию в статье. Ну, тогда проводят соответствующую экспертизу на соответствие возраста. Если нет явных расхождений, то тогда наказывают. Ну, в редких случаях учитывается физическая акселерация. Ну, например, ребенок, которому 15 лет, выглядит на 18-20 лет. Ну, скажем так, незнание обвиняемым паспортных данных несовершеннолетнего и его фактического возраста не освобождает от ответственности. Законодатели и эксперты исходят из того, что мужчина не может и не должен испытывать сексуального влечения и возбуждаться на ребенка. Это аномалия, извращение. И не нужно брать в свое оправдание там античный мир, там древнюю Грецию, древний Рим, где якобы все было дозволено. Там была другая культура, другая цивилизация. Сейчас во всем мире к этим преступлениям брезгливая нетерпимость. Сейчас во всем мире к этим преступлениям брезгливая нетерпимость. Распространен при поимке простыми людьми педофила публичный самосуд над ним. Обливание бензином и сжигание на улице заживо, без суда и следствия. Какие дети относятся к группе риска? Это дети из неблагополучных семей, где родители алкоголики или случайные связи, у матери в основном сожители, деклассированные элементы, рецидивисты. Или родители заняты работой. Ребенок без присмотра, он одинок, становится объектом внимания соседа-педофила. Или многодневное отсутствие ребенка. Там походы, летний лагерь, уличная компания. Такой ребенок может тоже стать жертвой педофила. Родителям на заметку. Обращайте внимание на своих детей. Если ребенок стал жертвой педофила, то всегда меняется его психика. Меняется его поведение. Ребенок начинает вести себя пугающе. Если в садике, то для воспитателей. Предположим, может раздеваться, позировать, демонстрировать, совершать иные действия, манипуляции с гениталиями, шокирующие взрослых и пугающие сверстников. Ведет себя бесстыдно. Или наоборот, становится замкнутым. Хотя может все рассказать родителям. Мера пресечения по таким делам всегда заключение под стражу. Мера наказания по приговору суда всегда длительное лишение свободы. При таких преступлениях, потому что увечится психика ребенка, требуется курс реабилитации, вплоть до стационарного лечения. Поэтому только лишение свободы является, как считается, той огордительной мерой для общества, которая может обезопасить других детей от такого человека, педофила. То есть, если не лишить его свободы, то это будет продолжаться, станет рецидивом. Педофила заранее выявить невозможно. Это не карикатурный персонаж, который заметен среди обычных людей. Это неприметные люди, взрослые, семейные, имеющие детей, могут быть сами родителями. Это могут быть даже родители педофилы в отношении своих детей. Ввиду их неприметности, задержание и арест вызывают у людей, их знающих, удивление. Нежелание поверить, что он на такое оказался способен. Но проводимая в отношении их судебно-психиатрическая экспертиза показывает, как правило, что они здоровы. Следовательно, говорить, что они больные люди нельзя. Просто это люди, которые сами себя распалили, распалили свою похотливую фантазию. Мне зачастую задают вопрос, так что теперь вообще нельзя подходить к детям? Просто обнять ребенка по-человечески, пожалеть, на колени посадить на детской площадке, поиграть с детьми. Если виноват, то шлепок дать по попке. Не переживайте, задержание преступника происходит при наличии достаточных данных, включая оперативные данные, что перед нами педофил. Его действия с очевидностью вызывают возмущение и неприятие со стороны, скажем, свидетеля. Например, педофил сидит постоянно в садике и мастурбирует. Или раздевает детей догола и фотографируется с ними. Или хранит фото голых детей на персональном компьютере. Или в интернете ведет переписку с подростками на интимные темы. Или совершает с ними развратные действия. Защита обвиняемого по таким делам – это дело сложное. Во-первых, уголовные дела всегда на контроле у руководства вплоть до Москвы. Найти адвоката также нелегко. Многие адвокаты не берутся за эти дела и не знают вообще этой категории дел. Доказательств обвинения мало. И они, как правило, достаточны для предъявления обвинения. Предположим, в моей практике был случай, когда были обнаружены фото с голыми детьми. Самих детей не удалось установить. Тем не менее, нашли еще какие-то косвенные доказательства, человеку предъявили обвинение. Как правило, такого рода преступления совершаются в условиях неочевидности. Редко, когда педофила случайно застают на месте преступления. Зачастую это только свидетельские показания или вообще нет свидетелей. Только ребенок потерпевший. Проводится психолого-психиатрическая экспертиза ребенка. Это порой единственное доказательство по уголовному делу. Показания родителей, которые заметили странности в поведении ребенка или услышали его откровенное признание. Ребенок может молчать, стесняться и ничего вообще не говорить. Далее. Ребенок в силу возрастной психологии может не оказывать сопротивления нападающему. И поэтому на его теле может и не быть синяков, ран. Ну, приведу пример. Маленькая девочка была более двух лет жертвой отца педофила. Ну, привыкла. Воспитатели в садике обратили внимание на ее откровенное позирование. Ну, пожаловались. Возбудили уголовное дело. Доказательства обвинения практически нет. То есть, отец педофил, а именно он был преступником, отрицает свою вину. Мать не знала, что это происходило. Девочка ничего толком сказать не может. Потому что малышке всего пять лет. Ее с трех лет насиловали. Провели психолого-психиатрическую экспертизу. Через остаточную память ребенка получили необходимую информацию. Приведу другой пример. Педофил напоил девочку-подростка, недостигшую 16-летнего возраста. И совершил с ней вроде бы добровольный половой контакт. Она не сопротивлялась. Тем не менее, в его действиях состав преступления. Далее, что касается расследования уголовных дел. Здесь сложность может быть в том, что ребенок может фантазировать, преувеличивать. Все, что говорит ребенок, будет вменено обвиняемому. В заключение я хотел бы обратиться к людям, которые испытывают влечение к детям. Педофилам. Остановите себя. Каждая близость с ребенком будет только распалять вас. И вы все равно попадетесь. Защита в суде будет сложной. Единицы адвокатов знают эту категорию дел и берутся за нее. Но даже высокопрофессиональная защита не гарантирует оправдательного приговора. Лишение свободы будет реальным и длительным. Получите пожизненное клеймо, а своим родным и близким вечный позор. Поверьте, разовое сомнительное удовольствие не стоит тех тяжелых последствий, через которые вы неминуемо пройдете. И теперь мое обращение к родителям детей. Будьте всегда с ребенком. Каждый день общайтесь с ним. Узнавайте, с кем он дружит, чем увлекается, о чем думает. Изучите его характер. Ребенок неустанно должен быть в фокусе вашего пристального внимания. Ваша работа, профессиональная занятость не должны приводить к тому, что ребенок будет из года в год расти сам по себе. Педофилы чувствуют ребенка жертву. Его одиночество, замкнутость, незащищенность. Будьте внимательны. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова